Два вертолёта Ми-8 отправляются служить в сибирские леса и на Дальний Восток. Их задача – борьба со стихийными лесными пожарами. Они могут долететь до самых труднодоступных районов. Базироваться они будут у нас в Красноярске, обслуживать будут территории Сибири и Дальнего Востока. Они однозначно будут работать у нас на тушение лесных пожаров, задействоваться на территории Иркутска, Гурятии, Забайкалья, Якутии, Красноярского края. Высокую эффективность Ми-8 уже показали на практике. Михаил Аполлинариев командовал авиазвеном при тушении лесных пожаров в соседнем Риэл. Машины надёжные, да, то есть они работают в самых сложных погодных условиях, и в высокой температуре, и при сильном задымлении. Чтобы преодолевать дальние расстояния, у этой машины сразу же 4 бака – два основных и два дополнительных. Общая грузоподъёмность вертолёта составляет 4 тонны. Кроме того, в кабине вертолёта сразу же может перевозиться 36 пожарных десантников. А ещё здесь есть специальный мешок, с помощью которого воду из водоёмов перемещают в зону лесных пожаров. Ещё 4 вертолёта будут готовы через полгода, к началу пожароопасного сезона в лесах. Сейчас в цехах идёт сборка. Сегодня мы подписали сдачу двух вертолётов для авиалисохраны. Мы понимаем важность этой программы в целом для Российской Федерации. Мы все видим, начиная уже практически с апреля, чуть ли не до конца года, происходит в разных территориях Российской Федерации различные несчастные случаи, связанные с пожарами. Чтобы стимулировать развитие завода, новое руководство начинает с усиления кадровой политики. Главная задача на сегодняшний день – это вернуть веру коллективу, что он может работать, и вернуть славу Казанского истолетного завода. Вернуть тех людей, которые по разным причинам покинули коллектив. Решением генерального директора с 1 декабря повышена зарплата всему коллективу на 4%. Эти меры позволят расширить объёмы производства. А пока Ми-8 прошли тестовые испытания на полигоне и уже готовы к несению службы. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.